Жители маленького села Кубайка, Таштыбского района, живут теперь буквально за большой каменной стеной. А дело в том, что там, наконец, завершается капитальный ремонт дамбы, которая призвана защитить и людей, и дома от коварства местной реки. Многие помнят до сих пор, как в 2014 году Кубайку чуть не смыло половодье. С подробностями Константин Кравцов. Как говорят местные, здешняя речка с именем, она имеет довольно резкий нрав. Вот она, спокойная, но в другой день, по идее, сильный дождь выше в горах, уровень воды растет буквально на глазах. А пять лет назад здесь случилось целое ЧП. Это было что-то страшное. С моста бы смотреть, как будто бы молоко кипит в кастрюле, вот так поднимается. Быстро, 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 быстро. Жутко было, конечно. Несколько раз здесь затапливало людей. Ведь вы не смотрите, что она такая маленькая. А бывают такие, что здесь все буквально плавает. Вот уже второй год сельчане, а их на всю Кубайку не больше 30 человек, с любопытством наблюдают за тяжелой техникой. Дамба строится. Общая протяженность конструкции два с небольшим километра. Высота в отдельных местах достигает 6 метров. Это в несколько раз выше той, что защищало Кубайку с 50-х годов. Кстати, столь масштабный капитальный ремонт здесь проводится впервые за все время. Тяжелое строит. Много грунта надо завезти туда. Здесь только 27 тысяч с лишним надо. Грунта надо завезли вот сюда, на эту дамбу. И скалы где-то по 17 тысяч кубов. Главная задача конструкции стать для маленького села монолитным поясом защиты, способным отбить и талые, и коренные воды коварной горной речке. Строительство дамбы – целая наука. И за качеством следят ученые. И мы смотрим, насколько модуль упругости. Вот в данном случае показывает очень хорошее значение. Мы дамбу отсыпаем по слоям. Каждый слой мы должны принять. То есть мы должны сделать монолитный конструктив для того, чтобы обеспечить, чтобы дамба держалась, чтобы она была монолитным сооруженным. Каждый слой мы проверяем. Общая сумма капремонта дамбы в селе Кубайка – 30 миллионов рублей. Из них средства республики составляют десятую часть. Остальное – федеральный центр. А вот в соседнем селе Арбаты на ремонт дамбы планируют потратить почти в два раза больше. Все это часть большой программы по защите населения от водной стихии. Ближайший план – это проведение капитального ремонта в селе Арбаты Таштыбского района. Там будет отремонтировано три водопропускных сооружения и 12 траверс. На эти цели будет выделено порядка 50 миллионов рублей. Из них вклад республики – 4,5 миллиона рублей. Собственно, в Кубайке ремонт дамбы фактически завершен. Убрать технику строители планируют до выпадения первого снега. Константин Кравцов, Сергей Казмин. Вести Хакасия.